Всем привет! Сегодня у нас будет сообщение от загаданного человека. И это не обязательно, как говорится, бывший, партнёр, любовь и так далее. Но сразу говорю, это не от мёртвых. Мёртвых загадывать нельзя. От живого человека загадывайте человека, выбирайте камешек, вариант по карте и так далее и тому подобное. Можете по тайм-кодам. Но прежде чем начать, хочу попросить вас об одной, как сказать, у меня есть к вам просьба одна. Смотрите, завтра будут расклады на самопознание, на самореализацию. И напишите мне, пожалуйста, какие темы вам интересны. Теневые желательно, потому что тени – это наше самое вкусненькое. И выберите темы, какие вы хотите. Потому что по теням мне сложно ориентироваться, что вам интересно. Тени – это скрытое в нас, наше говнишко, которое мы не признаём. Поэтому напишите, пожалуйста, что вам интересно. Про финансы не пишите. Это, во-первых, не тема. Во-вторых, вы их не смотрите. Вы просите, но не смотрите. Поэтому выбирайте на самопознание, самореализацию, но не в плане финансов и работы, а психологические тени. Итак, давайте-ка мы с вами приступим к раскладу. Кстати, в закрытых раскладах теневых очень много есть на чакре, на диагностику. Поэтому добро пожаловать. Итак, первый вариант у нас – четвёрка кубков, восьмёрка пентаклей и двойка коинов, двойка пентаклей. Что же загаданный человек хочет сказать тебе? Он хочет сказать, что в последнее время он чувствует себя немного отстранённым, погружённым в свои собственные мысли, переживания. Возможно, что-то в вашей связи с ним или общении заставило его задуматься. И теперь он переживает такой период, когда ему трудно выразить свои чувства. Он ощущает, знаешь, некую апатию, разочарование. Но это связано не только с тобой, сколько с его собственным внутренним состоянием. Он находится на распутье, обдумывая, как двигаться дальше. И пока он не готов к открытым обсуждениям, понимаешь? И вместе с этим он хочет, чтобы ты знала, да, он очень много времени, много усилий вкладывает в свою работу, в своё личное развитие. Восьмёрка пентаклей, она вот указывает на то, что сейчас его внимание сосредоточено на совершенствовании своих навыков, достижений каких-то профессиональных целей и так далее и тому подобное. И он в поиске стабильности в своей жизни. Он хочет, чтобы ты поняла, что его занятость, его сосредоточенность на делах, да, они не связаны с равнодушием к тебе. Они являются необходимым этапом в его жизни. Он стремится вот к достижению успеха, да, улучшению своего положения, и это требует от него полной отдачи. И он хочет сказать тебе, что в его жизни сейчас происходит поиск баланса. Понимаешь? Потому что вот двойка пентаклей, она про его попытки совмещать вот различные аспекты жизни, да, работу, отношения, какие-то личные интересы. И он ощущает давление, пытаясь удерживать всё это под контролем. Это заставляет его вот иногда казаться тебе более отстранённым, да, ну или там менее вовлечённым в ваши отношения. И он хочет, чтобы ты знала, что это не значит, что ты ему не важна, просто сейчас ему нужно вот найти способ, как справляться со всеми вот этими обязанностями, понимаешь? В итоге человек хочет, чтобы ты понимала вот, что его нынешнее состояние отстранённости, оно связано с внутренними размышлениями, да, необходимостью сосредоточиться на работе. И он трудится вот над тем, чтобы достичь целей и хочет найти баланс между всеми вот этими сферами своей жизни, понимаешь? И он не всегда может выражать свои чувства, да, открыто, но это не означает, что он безразличен к тебе. И он надеется, что ты поймёшь его положение и поддержишь его вот в этом процессе, понимаешь? Давайте посмотрим, что там у двоечек. Королева Пентакли, десятка кубков и десятка жезлов. Ну смотри, этот человек, которого ты загадала, хочет сказать тебе, что он в тебе видит вот надёжного, заботливого, мудрого человека. Королева Пентакли, она про твою способность создавать уют, да, обеспечивать стабильность, поддерживать близких и так далее. И он ценит твою заботу, твое внимание к деталям. И в его глазах ты тот человек, который умеет создать крепкий фундамент для отношений. И он видит, как ты справляешься вот с повседневными там заботами, своими обязанностями, да, как ты поддерживаешь его, он тоже видит. И это вызывает у него, знаешь, чувство уважения и благодарности к тебе. И он хочет, чтобы ты знала, насколько важно для него вот это твоё присутствие в его жизни, понимаешь? А по десятке кубков он мечтает вот о гармонии и счастье в отношениях ваших. И этот человек, он хочет построить с тобой что-то такое вот прочное и долговечное, да, наполненное радостью, любовью, взаимопониманием. И он видит вас вдвоём как часть большого и счастливого семейного союза, где вы вот оба чувствуете себя любимыми и защищёнными. И он думает о будущем, да, в котором вы вот создаёте вместе дом, да, растите детей, ты сажаешь какие-то там цветочки на клумбе, да, если есть огород. Ну или просто где вы оба наслаждаетесь жизнью, и вы окружены ваши отношения теплом и заботой. И он хочет сказать тебе, что для него ты и ваши отношения — это вот источник истинного счастья, понимаешь? Ну, десятка жезлов немножко усугубляет, да, всё, несмотря вот на свои чувства, да, желания. Он ощущает большую ответственность и даже, можно сказать, бремя, связанное вот с тем, чтобы обеспечить всё вот это счастье и стабильность. И он чувствует, что на его плечи ложится слишком много обязательств. И это вызывает у него вот усталость, да, напряжение. И он старается быть сильным, держать всё вот это под контролем. Но иногда ему становится трудно справляться с этим. И он хочет вот, чтобы ты знала, хоть он и готов взять на себя вот эту ответственность, да, но ему иногда требуется поддержка и понимание. И он ощущает вот, что должен оправдать ожидания, да, и это давит на него. В глубине души он надеется, что вы сможете разделить эти обязанности, вместе найти какой-то способ справляться с ними, чтобы вот ваши отношения не стали слишком тяжёлым временем для него, понимаешь? В итоге этот человек хочет сказать тебе, что он видит в тебе твою, вот видит в тебе опору, да, ценит твою заботу, стабильность, которую ты приносишь в его жизнь. Он мечтает вот о счастливом, гармоничном будущем с тобой. Но в то же время он чувствует ответственность и давление, вот связанное с тем, чтобы обеспечить это счастье. И он надеется, что вы сможете поддерживать друг друга, разделяя обязанности. И хочет, чтобы вы нашли баланс вдвоём, понимаешь? Ну вот между радостью и теми усилиями, которые требуются для достижения вот этой радости между вами, понимаешь? Такой был второй вариант. Давайте посмотрим, что у троечек. Так, восьмёрка мечей. Пожезлов. И шестёрка мечей. Человек, которого ты загадала, хочет сказать тебе, что он сейчас чувствует себя в ловушке. Понимаешь? Он словно окружён своими собственными страхами, сомнениями. И он не видит выхода из сложившейся ситуации. Он испытывает давление со стороны обстоятельств или окружающих людей. И это заставляет его чувствовать себя беспомощно. В его жизни сейчас, знаешь, происходит что-то, что лишает его уверенности в своих силах, затрудняет принятие решений, понимаешь? И он хочет, чтобы ты знала. Он понимает, что эти страхи во многом надуманы, но пока не может найти способ выбраться из этого состояния. Он не хочет показывать тебе свою уязвимость и предпочитает скрывать свои чувства. Но в глубине души он очень нуждается в поддержке и понимании. Несмотря на свои страхи, чувство зажатости, он ощущает желание что-то изменить и начать новый этап в жизни. Понимаешь? Он хочет поделиться с тобой своими идеями, планами, мечтами. И вот он обдумывает возможность перемен, которые помогут ему выйти из тупика и двигаться вперед. Это может быть новое какое-то начинание, проекты, перемена в ваших отношениях. И он полон энтузиазма, полон энергии, которые пока еще не до конца сформировались в конкретные действия. Но он уже чувствует, что нужно что-то менять. И он хочет сказать тебе, что у него есть идеи, есть планы, которые могут помочь ему справиться с текущими трудностями. Но ему нужна ты, твоя поддержка, твоя вера в него, понимаешь? Чтобы он смог начать вот этот новый путь. А шестерка меча, она говорит о том, что он ищет способ уйти от текущих проблем и найти мир и спокойствие. Он думает вот о том, чтобы оставить все позади. Понимаешь? Что приносит ему вот беспокойство. И вот выкинуть все назад. Хочет двинуться вперед, к новому началу. И он рассматривает вот возможность смены обстановки, переезды или просто изменениям в своем подходе жизни. И он хочет сказать тебе, что для него сейчас важно найти путь к внутреннему покою и гармонии сначала. Он готов оставить все прошлое позади, вместе со страхами, ограничениями и начать двигаться вперед. Это может быть вот не только физическое перемещение, но и какой-то эмоциональный, элементальный переход на новый уровень. И он надеется, что ты сможешь понять его стремление, поддержать его в этом переходе. То есть ему нужна поддержка, и он хочет это сказать тебе. Понимаешь? В итоге человек, которого ты загадала, хочет, чтобы ты знала, что он чувствует себя вот в ловушке своих страхов и сомнений. Но при этом он испытывает сильное желание начать что-то новое. Понимаешь? Он полон энергии, но вот, как сказать, восьмерка мечей его сковала. То есть страхи его сковали. Понимаешь? И ему нужно твое понимание, твоя поддержка. Он стремится вот к спокойствию, к гармонии. Он готов оставить абсолютно всё позади. Ну, то, что мешает ему двигаться. И он надеется, что ты будешь рядом в этом переходе, поддерживая его на этом пути. Поэтому поддержи человека. Вот такой у нас сегодня был расклад. И знаете что? Помните, что дед всегда с вами рядом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова